Самара. Древний русский город на берегу Волги. Красавец. Отстраивается и перестраивается. Вы видите, это то, что осталось от колокольни Пресвитерианской церкви. Мы знаем, недавно рассказывали, показывали в наших сюжетах о том, что церковь по решению суда, по иску городских властей, они подали этот иск, чтобы снести храм. Вот пока что, вы видите, вот сносят, церковь уже приступила, снесли колокольню. Кому мешает церковь, мы не знаем. Кто является заказчиком и, как сегодня модно говорить, бенефициаром, чтобы церкви не было, здесь Московское шоссе, въезд в город, Красавец храм. Одна из древнейших литургических церквей, Пресвитерианская церковь, известная в России с 19-го, с 18-го века, кому-то помешала. Мы не знаем, кому, чьи интересы здесь. Огромный микрорайон, много верующих живут здесь. И мы, конечно, все с содроганием в сердце наблюдаем эту ситуацию. Руководство Пресвитеранской церкви России готово к диалогу, готово заключить мирные соглашения, мировое соглашение с городскими властями. Церковь никогда не была и не стояла у истоков какой-либо вражды. Церковь – это всегда миротворчество. Может быть, здесь, на Самарской земле, стоит обратить внимание не только чиновникам, но и мэру города, и губернатору на то, что происходит. Я уверен, что первые лица области даже, наверное, и не знают о том, что сегодня происходит, о том, что всколыхнуло всю Россию, всех верующих, всех евангельских, всех протестантских верующих нашей страны. Но есть, что есть. Я говорил с руководством церкви, готовы на компромиссы, готовы сесть за стол переговоров и обсудить сложившуюся ситуацию. Но не тем должна прославиться Самара, что в 21 веке здесь по чему-то навету, по чему-то заказу сносится протестантская церковь, престорианская церковь России. Да, это небольшая церковь. И что? Мы проехали по городу, красавцы храма, и не только православные, мечети. Мы видим, что город, который объединяет в себя верующих разных конфессий, это город, как отображение нашей страны, большой, миллионник. Верующие разных конфессий, разных религий живут здесь и мирно существуют. Кому помешала протестантская церковь? У нас нет ответов сегодня. Но мы надеемся на мирное разрешение этого вопроса. Мы верим, что церковь должна остаться, должна стоять здесь, на московском шоссе. Мы обращаемся сегодня к руководству города. Пожалуйста, встретитесь с руководством Престорианской церкви. Поговорите, обсудите сложившуюся ситуацию. Верующие люди, руководство церкви готовы к диалогу, готовы к компромиссу. И да поможет нам всем Бог в это непростое для нашей страны время не позориться на весь мир, снося храмы, снося церкви. Я надеюсь на мудрость, на сознательность, на гражданскую и на государственную, конечно, волю и политику наших властей, прежде всего и мэра города, и губернатора. Благослови всех, Господь, мы молимся за вас, за мудрость от Бога. Продолжение следует...